Прогулка по граблям. Куда ведет Польшу миграционная стратегия Туска? 15 октября 2023 года в Польше состоялись парламентские выборы, в результате которых к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском. В то время будущий премьер не скупился на обещания, обязуясь прогнать тьму из Польши, вернуть уважение к законам и конституции страны, помириться с Еврокомиссией и привезти из Брюсселя миллиарды евро. А спустя год в попрании законов и конституции обвиняют уже самого Туска. Инициативы премьера вызывают критику не только в Польше, но и в Брюсселе. А камнем преткновения на этот раз стала так называемая миграционная стратегия Туска, которая предполагает приостановку выдачи права на получение убежища. Идею премьера называют дикой даже сторонники Туска по правящей коалиции. В оппозиции же полагают, что премьер-министр просто пытается отвлечь внимание общества от экономических проблем. Но, судя по результатам соцопросов, замаскировать промахи не так уж легко. Да и простых поляков больше волнуют налоги и медицина, нежели миграционный кризис, искусственно раздуваемый польским руководством. Неправильное право. Что инициировал Туск? В минувшую субботу премьер-министр Польши Дональд Туск принял участие в съезде возглавляемой им партии Гражданская коалиция. Во время своего выступления глава польского правительства озвучил некоторые пункты так называемой миграционной стратегии, призванной помочь Польше справиться с миграционным кризисом. «Одно из предложений Туска – приостановить выдачу права на получение убежища. Одним из элементов миграционной стратегии будет территориальное приостановление выдачи права на убежище, и я буду требовать в Европе признания этого решения», – сказал Туск. Премьер попытался объяснить свою позицию, но из этого вышел каламбур. «Право на убежище используется вопреки сути права на убежище», – заверял своих сторонников Туск. Далее пошли привычные обвинения в адрес Минской Москвы в разжигании миграционного кризиса. О том, что белорусская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу и предлагала польскому руководству совместно наметить пути решения миграционного кризиса, Туск, конечно же, не упомянул. Зато клятвенно обещал, что пограничный контроль и территориальная безопасность Польши есть и будет приоритетом Варшавы. И как вишенка на торте заявление о том, что право на убежище не имеет ничего общего с правами человека. «Кроме этого, Туск заявил, что Варшава не станет исполнять миграционный пакт ЕС. Мы не будем воплощать в жизнь никакие идеи ЕС, если будем уверены, что они вредят нашей безопасности. Никто меня не заставит и не убедит исполнять миграционный пакт», – заявил польский премьер. Напомним, что пакт о миграции и предоставлении убежища был утвержден Советом ЕС в мае этого года. Среди прочего, он предполагает квотированное расселение мигрантов в странах, членах ЕС. При этом европейским странам можно выбирать – либо размещать у себя мигрантов, либо откупиться, внести определенную плату в спецфонд ЕС на содержание мигрантов. Ни одно из этих условий польское руководство не устроило. Со своими инициативами в области миграционной политики Туск решил не затягивать. 15 октября миграционная стратегия была принята правительством, хотя не все министры ее поддержали. «Если существует угроза дестабилизации страны из-за притока мигрантов, должна быть возможность временно и территориально приостановить право на прием заявлений о предоставлении убежища», говорится в заявлении канцелярии премьер-министра по поводу принятия миграционной стратегии. В документе также подчеркивается необходимость изменения подхода к праву на убежище на уровне ЕС. Осторожная критика. Как отнеслись к идее Туска в Брюсселе? В Брюсселе идею польского премьера о приостановке выдачи права на убежище встретили прохладно, но сдержанно. Представитель Еврокомиссии заявила нашему журналисту в Брюсселе, что государство, члены ЕС, обязаны обеспечить доступ к процедуре предоставления убежища, сообщает польское радио РМФФМ. При этом РМФФМ отмечает, что заявление представителя ЕК было очень осторожным, чтобы не слишком сильно критиковать Туска. Ведь он принадлежит к той же фракции Европейской народной партии, что и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время это не позволяет ему нарушать законы ЕС и международное право. РМФФМ прогнозирует, что Брюссель не будет спешить с какими-либо мерами в отношении Польши, пока ЕС лишь анализирует ситуацию. С представителем Еврокомиссии побеседовали и журналисты издания «Политика». Собеседник «Политика» подчеркнул, что государства, члены ЕС, имеют обязательства перед Европейским Союзом и международным правом, включая обязательства обеспечить доступ к процедуре предоставления убежища. По его мнению, в этом контексте планы Польши грозят нарушением обязательств страны в сфере прав человека. Представитель Еврокомиссии также заявил, что в вопросе противодействия нелегальной миграции необходимо выработать общее решение на европейском уровне – отказ от европейского права, что заявляют правозащитники. Инициативу Туска о приостановке выдачи права на убежище подвергли критике в польском отделении правозащитной организации Amnesty International. «Мы хотели бы напомнить премьер-министру Дональду Туску, что право на убежище является правом человека. Неоправданная приостановка действия этого права, даже временное, неприемлемо и противоречит, среди прочего, Женевской конвенции», – говорится в заявлении Amnesty International. В организации напомнили Варшаве, что каждый человек, спасающийся от преследований или подвергающийся риску серьезного вреда в своей стране, имеет право обратиться за международной защитой, то есть убежищем. В том же духе высказалась бывший заместитель польского омбудсмена Ханна Махиньска. В интервью агентству ПАП она заявила, что инициатива Туска означает отказ от исполнения европейского права и игнорирование международных обязательств, принятых Польшей. По ее мнению, такого рода действия очень тревожат, поскольку введение подобных ограничений означало бы нарушение решения Европейского суда по правам человека и законодательства Совета Европы и Евросоюза. «Сложно поверить, что такое предложение может быть формализовано и передано в ЕС, особенно в Совет Европы», — сказала Махиньска. Она также раскритиковала тактику вытеснения мигрантов польскими пограничниками. «Мы выдворяем и не впускаем людей, которые неоднократно пытались попасть в нашу страну. Мы даже не знаем, кто они. Такая политика неуместна», — добавила она. По мнению правозащитницы, государство должно контролировать людей, пересекающих границу, однако в рамках процедур предусмотрен к законодательствам ЕС. Более того, Польша должна помнить, что является членом ЕС, а значит, ей следует уважать решения, которые приняты на уровне ЕС. Эксперт Хельсинского фонда по правам человека Мария Пошиток считает, что решение о приостановке выдачи права на убежище будет совершенно неоправдано в контексте причин, приведенных премьер-министром Польши. «Я понимаю, что все это оправдывается вопросом безопасности и борьбы с нелегальной миграцией, однако подача заявления о предоставлении убежища — это один из законных путей попасть в Польшу», — приводит слова Пошиток, Польское радио, РМФФМ. Она напомнила, что право на убежище предусмотрено как Конституции Польши, так и Харти Европейского Союза об основных правах. Кроме этого, есть Женевская конвенция о статусе беженцев и законодательства ЕС. «Все эти нормы действуют на территории Польши», — отметила Пошиток. «Чтобы остановить нелегальную миграцию, необходимо предоставить людям, ищущим защиты, законные пути въезда на территорию Польши», — подчеркнула правозащитница. Судья Конституционного трибунала в отставке, профессор Ева Лентовска, считает, что инициатива Туска имеет пропагандистские цели. «Однако она нарушает закон. Премьер-министр не может самостоятельно приостановить действие права на убежище. Это политическое решение. Я вижу в этом пропагандистские цели. Но с юридической точки зрения это было бы ужасом», — считает профессор. Вспомнили о правах ребенка, как восприняли идею в правящей коалиции. Предложение о приостановке выдачи права на убежище вызвало разногласия в правящей коалиции. Даже среди сторонников Туска нашлось немало тех, кто открыто выступил против его инициативы. Так, спикер Сейма Польши Шимон Холовня напомнил премьеру, что безопасность не исключает человечности. Он подчеркнул, что предложение премьер-министра не является позицией и программой коалиции. Это инициатива самого премьера и партии, которую он возглавляет. Холовня заявил, что польское правительство должно сделать все возможное, чтобы ЕС, наконец, взял на себя ответственность за обеспечение безопасности своей внешней границы. Тем не менее, право на убежище в международном законодательстве является священным и вытекает из конвенций, ратифицированных Польшей. Приостановить это право можно лишь в чрезвычайных ситуациях, описанных в Конституции Республики Польша. Разумеется, такие серьезные ограничения не могут быть введены как профилактические меры, сказал Холовня. Еще более резко на эту тему высказалась глава парламентской фракции «Левая» Анна Мария Жуковская. Она назвала идею «Туска дикой» и предупредила, что ее реализация может повлечь за собой дополнительные санкции против Польши со стороны Европейского Союза. «Нас об этом никто не предупреждал. Это идея премьер-министра, который предложил ее своей партией. Я так к этому отношусь», — сказала Жуковская в беседе с польским изданием ОНЭД. Вице-спикер Сената Польши Мацей Живна, партия Польши-2050, также критически отнесся к предложению Туска. «Я считаю, что мы не можем регрессировать в области прав человека, даже временно или территориально приостановив право на убежище. Это означает приостановку действия международных конвенций, таких как Конвенция о правах ребенка», — заявил Живна. Он также обратил внимание, что, согласно официальным данным, число пересечений границы нелегальными мигрантами снижается, поэтому дополнительные меры, которые будут ограничивать права человека, не нужны. Угроза не с Востока, а из Германии, что говорят в оппозиции. Бывший министр национальной обороны Польши, а ныне глава фракции крупнейшей оппозиционной партии страны «Право и справедливость» ПИС, в польском сейме Мариуш Блащик полагает, что Туск своими инициативами пытается отвлечь внимание общества от экономических проблем. Дональд Туск говорит, что будет бороться с нелегальной миграцией. Но он говорит об этом лишь тогда, когда хочет отвести внимание от проблем. И главная его проблема в том, что госбюджет разваливается, поэтому он запускает миграционный протокол. «Это невероятно!» — «Это совершенно невероятно!» — возмущается Блащик. Глава фракции ПИС также заявил, что его партия начинает сбор подписей за проведение референдума по вопросам нелегальной миграции. При этом, по словам Блащика, угрозу в плане нелегальной миграции представляет прежде всего Германия, которая вытесняет мигрантов на территорию Польши. Миграция — это реальная угроза. Речь даже не о нелегальной миграции с Востока, а о миграции из Германии, о том, что немцы вытесняют мигрантов в Польшу, — приводит слова Блащика польское издание ОНЭД. Депутат Европейского парламента от ПИС Доминик Торчинский также считает, что Туск своими предложениями в вопросах противодействия нелегальной миграции на самом деле пытается прикрыть результаты своего неумелого правления. «Вы просто кричите и обманываете поляков, что хотите что-то сделать, и в то же время объявляете о выделении более 400 миллионов злотых на центры для мигрантов», — обратился евродепутат к Туску. По его мнению, если бы премьер действительно хотел решить проблему с миграцией, он бы предпринял шаги в соответствии с европейским законодательством, как это ранее сделала Венгрия. «Мы ожидаем перемен. Чего хотят поляки?» Спустя год после парламентских выборов United Service по заказу радио РМФФМ и издания «Дженник газета Правна» провел соцопрос, в котором жителям Польши предлагали оценить, как правительству Туска удалось реализовать свои планы и обещания. Оказалось, что действия правительства положительно оценивает 38% респондентов, но большинство, 56,7%, не удовлетворены темпами реализации предвыборных обещаний. Правда, стоит отметить, что сравнивая действия Туска на посту премьера и его предшественника Матеуша Моровецкого, большинство все же отдали предпочтение нынешнему главе правительства. Так, Туска поддержали 53,6% опрошенных, Моровецкого – 36,7%. Остальные затруднились ответить. Во время опроса также был задан вопрос, какие из предвыборных обещаний правительству Туска следует выполнить как можно скорее. Большинство людей подчеркнули необходимость улучшения здравоохранения. Такой ответ дали 55,6% респондентов. Порядка 45% опрошенных ожидают скорейшего снижения налогов. Как отмечает РМФ-ФМ, который побеседовал с жителями Варшавы, простых граждан волнуют злободневные вопросы, такие как школьная программа или преодоление стихийных бедствий. Так, недавние наводнения в Польше подмочили репутацию правительства, которое слишком медленно реагировало на ситуацию. Что изменилось за последний год? Постоянная путаница, малоконструктива. До сих пор идет политическая борьба, от которой иногда мало что получается. Новых предложений, например, в сфере образования нет. Мы ожидаем здесь перемен и новых предложений, говорят поляки. И в оппозиции в польской экспертной среде полагают, что миграционная стратегия Туска – это попытка оправдать ожидания электората. Но, судя по всему, нынешний премьер, как и его предшественник, слабо представляет, чего на самом деле хотят жители его страны и каких решений ожидают от своего правительства. Продолжая искусственно раздувать тему с миграционным кризисом, Пуск идет по пути, которому следовало предыдущее правительство. Все та же тактика запугивания, нагнетания и конфронтации. Похоже, ни на что другое нынешнее руководство Польши не способно. Продолжение следует...